Девушки отдыхают 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 не придется, или лут-споты, как это назвать. Кабанчики чувствуют себя хорошо, там Тимбер из команды Лут Гоблинс неподалеку от Норикса находится, Осиенда и все прилегающие у нас закреплена за Лут Гоблинс, Иван там лутает бетонки вот эти вот он балансные, в которых можно найти все, включая деньги на всю оставшуюся жизнь. Да, на самом деле вырезали Монтануэва, половину компаундов, поэтому приходится действительно немножко широко подлутываться, заглядывать в помойки и не только в них, дабы найти что-то интересное. Ой, как же крутится у меня шутка про помойки заглядывать и... Ярослав, погодите, остановите, мы поняли. Спасибо, спасибо. Ну, я вот, например, в детстве, да, вот когда был совсем маленьким и мне хотелось поиграть в... Ну, тогда это были не компьютерные клубы, это были, знаешь, те самые клубы, где стояли сегодня PlayStation 1, я даже не знаю, как это назвать, ну, игровые клубы. Я, например, сдавал бутылки, искал, сдавал бутылки, потому что родители мне не разрешали туда ходить. И я сам, собственно, зарабатывал. Сколько лет? Мне сейчас 27. О, ну тогда я таких времен не помню, Ярослав. У меня просто PlayStation стоял на втором этаже в квартире у бабушки. Вернее, в доме. А, ну нормально. Ну, я такого не видал, у меня было Дэнди. Ну, повезло в этом плане. Вот как раз-таки, когда я к бабушке летом ездил, мы всей толпой зарабатывали на жизнь, как могли. То есть я уже тогда учился работать. Поэтому, знаешь, как бы вот отсылочка такая вот туда. Ну, собственно, чебурашку за 2 рубля. Ну, ты представляешь? А мороженка-то стоила, я тебе сейчас вот, не дай соврать, вот именно, наверное, 2 рубля. Как раз-таки. Вот чисто сдал бутылку, получил мороженку. Ну, конечно, мороженка нас не интересовала. Нас интересовал PlayStation и Sega Dreamcast. Dreamcast. Да. Играл Ярослав в Mortal Kombat на Sega. Не признавайся. На этой? На самой, на самой, которая Mega Drive? Да, да, да. Третью мурлугу. Да, да, да. Оезжаешь, еще в Pinocchio играл. Ну, свой человек, получается. Да, ну да. Я еще и на 4-й блоке успел поиграть. А первая приставка в моей жизни, лично моя, появилась у меня, наверное, лет 24. Я себе PlayStation 4 купил. И очень этим гордился. Именно после этого я стал известен как 5-контроп и допотопная технология. Собственно, но не суть как бы. Ну, я зарабатывал как мог. А теперь вот сижу, комментирую. Кстати, у нас там уже манулуфы открывают счет. Ферстблат, как говорится. Их напрягает там сейчас Микос. Мстит за своего товарища. Да, ну, конечно, как так потеряли, на самом деле, ему нужно смотреть, далеко находится от там, не казалось, да, и компании. И хотел бы отметить также, что первыми ротацию начали обешать таш, несмотря на то, что у Талии, как мне показалось, опять же, помойки, какие-то компаунды, но очень быстро начали ротацию, и как раз таки въезжает ту самую свободную южную часть нашего белого круга. Вместе с Эльгигами. С Эльгигами, да. Практически идентичная ротация. И я, кстати, хочу обратить внимание, Эльгиги вроде бы и крутят вот эту дальнюю ротацию, нижнюю, но делают это не по дорогам. Еще раз хочу такой реверант в сторону СНГ-команд, которые лутаются в этих странах. Возможно, будут у нас какие-то соприкосновения этих команд с 6 по 8 число в декабре, но пока что не видно, чтобы ребята ехали через Пуэрто-Парайзе. То есть, вот вроде бы ротации одни и те же, что у нас в СНГ, что в Европе, и я уверен, и на ИНА тоже что-то похожее. Но, как бы, различаются там. У нас в основном это все по дорогам. У Европы, я вот смотрю, там и по горам ребята не гнушаются кататься. Но все же, все же, все же, все же круг сложный, и, соответственно, ротация тоже должна быть соответствующей. Тут такая закономерность. Да, я в принципе готов предсказать большое скопление команд именно на восточной части этого круга, на правой, да. Как раз таки, думается мне, многие сейчас ожидают того, что вся левая часть будет забита, да, и будут стараться по краю круга, по как раз этим периференным дорогам добраться до мест необитаемых, как раз таки, восточных. Думается, не так и будет. Но это уже на более поздней ротации. Сейчас все пытаются зарашить центр, привычно уже нам, европейском дивизионе. Ликвиды уже начали свою ротацию, уже MT заехал в круг, потихоньку сейчас будет осматриваться, я думаю, у них сейчас прямо какое-то праведное уделение в смысле. тем временем, Дэйвз и Крейзи с команды Backfram Жарки расстреливает свои патроны зачем-то, спрейт в точку, Мунвулф у нас сцепились, волки с табанами тут делят территории, и, кстати, вот Норикс, думал я то, что он собирается крутить правее или левее относительно Мунвулфов, но нет. Он там по лут гоблинцам решил настрелять, или по задней части все-таки по задним игрокам по, как это называется, есть люди, которые идут в авангарде, а есть в ригарде, по арьегарду Мунвулфов. Наверное, так. Вот авангард я знаю, а второй случай, ясно говоря, Ярослав не хватает мне эрудиции, чтобы вспомнить его значение. Ну, у меня тоже на полрубля эрудиции хватает, но я думаю, это все-таки арьегард. Борис Юрьевич он бы в этом плане нам разъяснил здесь. Кстати говоря, Норки скидает, а ты даже... Да, оттягиваются ребята из Борсов. При этом, смотри, если Борсов были единственные в центре круга, Вал Хазар, и они уже до закрытия первого круга успевают потерять одного человека. Это очень и очень плохо, потому что как раз здесь у них была такая, опять же, письменная претензия на победу в каком-то мере, потому что в центре круга Вал Хазар действительно редко бывает. Не на победу, но, быть может, на хорошее выступление. Тут от Гостара и Норикса была какая-то слишком читаемая оттяжка под здание в Эль-Захар. Абсолютно их просматривал. Вот как раз тот самый Оригард команды Мунвув дали информацию, что оттягиваются. Была информация, что там людей мало и просто Эдуко и О'Конал подтянулись из горы и Эдуко стрелял по Нориксу. Кстати говоря, фейзы едут на ликвидов. Именно вот так вот бывает в этой жизни. Но ликвиды уже начинают к сожалению или к счастью начинают дальнейшее перемещение по карте. Да, что так тесно? Один Ибица. Что так тесно в центре? Что вам там? Где там вам? Чем? Вот так вот все стремятся в центр. Смотри, интересно, что будет делать Ибица. Он сейчас выше трех фейзов проезжающих. Рискнет ли он пострелять? Я думаю, что может рискнуть, потому что нечего потерять. Ликвидом МСИ в сигнале А вот Ивану то Иван чувствует здесь Ибицу и очень грамотно сворачивает. Быть может МСИ как раз таки дал какую-то информацию. Он увидел автомобиль скорее всего в ангаре рядом с ангаром. А, кстати, да, да. По невероятству. Из-за этого погудел и дал информацию что стоит автомобиль. Продолжаясь там какая-то невероятная война между кабанами и лунными волками. Волками. Ой, Гостар сейчас по таймингам пытается отхилиться. Ему, кстати, это удается. 75 и 100 хп. И разбивается. А, это все-таки была граната. Гостар справляется с вошаутом, а вошаута поднимать практически некому. Там сейчас Эдуко подтянется. Это будет возможностью вот это время, пока Эдуко подтягивается возможности для Гостара подхилиться, что он и делает. Эдуко не имеет возможности сейчас вот так вот смело поднимать ваше. Идет стрельба и Гостар наконец-то показывает свой мужской потенциал. Да. Разбирается. Разбирается. А куда делись оставшиеся? Все равно это неприятно. Вообще мунвульфы, ну, вероятно, им нечего терять уже. Они, по-моему, точно никак не проходят. Они просто решили, что называется, пофайтиться для опыта, чего-то еще, для фана. Ну, как-то так. Это понятно, но куда делись еще два игрока? Два их закрыл вот как раз-таки Гостар, а оставшиеся где были? То есть там с ними разобрались Морфеус и Бруксель с другой стороны? Неужели там постреляли так хорошо? Да, так и есть. 3D Max изъезжает тем временем в зону, фейзы все так же собираются соседствоваться с ликвидами, уже ведется стрельба со стороны фосфейса. Эйдзи собирается заехать в компаунд, который находится ниже ликвидов. Наблюдал я сражение на Змейнисе, по-моему, вот именно вот на этой стороне. Не помню, уже кто здесь сражался. А ликвиды, кстати, поблатовать-то как бы могут, не постесняются, я думаю, зная эту команду. Но фейзы тоже как бы не малыши, так просто не дадут себя в обиду. Не думаю, что здесь дело до реальных каких-то контактов, скорее всего, просто любят с ними обменяются и на этом закончится все. Все ближе к центру зоны фейзы подтягиваются, занимают компаунд, свободные ликвиды как-то этот компаунд из вида упустили. В принципе, никаких проблем с этим компаундом не возникнет, если не соберутся прямо вот на мужика до последнего постреляться ликвиды и неаккуратно там какими-то пиками запушить. Фейзам, даже если будет ног, нет возможности, слишком долго придется обкручивать эту горку. В принципе, подняться по невозможности. Подключается еще любовный треугольник фейслик от Нипы получается, да? и в общем Гекси, так скажем, рискованно проезжает, потому что здесь могут у него очень большие проблемы возникнуть на самом-то деле. тут сразу объяснили, что здесь делать нечего, уезжает дальше к Гекси, переходит на уголь и это не очень экологично, соответственно, приходится выходить из машины. а команда, а команда-то смотри, как далеко и вероятно есть информация по Гекси, сейчас ликвиды могут просто принять его. Но обрати внимание, если они сейчас выходят его принимать, фейсы получают возможность пострелять. Фейсы далеко, Ярослав, они далеко. Фейсы далеко, тем не менее, они могут нанести порядочный урон по бронежилетам, если хорошо постреляют. 3D Max, посмотри, нокаут как раз-таки дизайнеры в стороне реакции и Емте красиво просто добирает фричный фраг, оставляя 3D Max ни с чем. Очень люблю этот момент в игре, когда ты нокаешь на 200 метров человека живого и его добирает тот другой и ты получаешь ничего. Отлично, отлично, отлично. Согласен. Иногда, когда я попадаю на 200 метров, мне тоже бывает обидно, если забирают мой фраг. Слушай, вот вспоминая недавняя GLL, прошлая GLL на лане, я там даже пример личный есть, я как шальным выстрелом попал в голову реально на 500 метров по бегающему балоку из гастов, нокнул, его сразу же добили, и мне было очень обидно. Очень обидно. Ну я, как комментатор, Маркова, похвалится, мои шальные выстрелы работают метров на 50. Это уже неплохо. Да, для комментатора. Ну да, на самом деле у меня, по-моему, рекорд 800 что ли, 20 метров. А, ну да, это серьезно. Это еще было, когда баллистику не сменили еще до релиза. Когда она была такая, ну, ты помнишь. Да. Когда пули летели прямо. Да, кстати, классное время было, на самом деле, вот именно в те патчи я действительно как бы лучше играла, считая, чем сейчас, потому что баллистика стала. Ну, она просто стала другой, я бы не могу сказать, что она стала сложнее, неприятнее, неприятнее, она просто стала другой, да, то есть изменилась игра, изменилась мета, и как бы не все, скажем. Ой, вспоминаю, как на фулл заряженной М416 можно было метров на 100 в точку спреить, ой, как хорошо. А то и на 200. А то и на 200, да, 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 прям приятно было, даже я вот как заслуженный пенсионер мог. Вспоминая о пенсионерах могу сказать, что я компенсии в третьем лице играл, Ярослав, поэтому вы один, как бы пенсионер. Я понял, понял, я вообще начинал только с третьего лица и думал, что первое лицо зачем? А потом как-то так вот... Кстати говоря, обратите внимание, не перебью здесь, очень интересная заруба может быть между методами, НИПами и Дэйвом с компанией, которая движется с севера. Так, подожди, методы и НИПы. Методы сейчас около НИПы. Ой, не методом, перепутал, перепутал, я-то сингуляриси, да, сингуляриси, прошу прощения, перепутал. Просто Молман, тоже старый игрок, очень, сформативно, европейские сцены, он раньше выступал за методы, и я у него никнеймы среагировал, за триггеры, что называется. Я позвал его методом. Так и бывает, игроков очень много, я когда... Кстати, в методах Энди. Он попытался заводить аирдроп, и, кстати, у него это удалось, насколько я вижу, по значку аирдропа, но, к сожалению, уйти от... Да, но умираясь третьим шлемом на голове, приятного мало, пытается он смоках, как-то здесь. И то не все, он здесь глутал, гроза все еще лежит, Крис пытается подтянуться, будет спасать своего братишку. На самом деле, гроза на Мирамаре это практически юзлый дроп, сейчас самый худший дроп, который может попасться. То есть, в Мирамаре мы хотим, что? Мы хотим EBR, да, ДМРки, снайперки, быть может, если это АВМ. В принципе, АУК зайдет неплохо, ввиду его... Ну, все, что связано со стрельбой на средне-дальней дистанции. Да. И главное, чтобы помощнее било. Да, МК-14, я думаю, в принципе, на любой карте лучше. Айди, что ты здесь делаешь? Я не понимаю, вся команда оттягивается, ты притягиваешь неудачи на свою голову. Найцы, неужели будут заезжать на Айди? Айди сейчас очень смело заехал, Крама заезжает на Айди, Айди уже на полхп, ведется стрельба по Айди, Айди не в самом лучшем положении, я хотел сказать, вот, именно, что не самое лучшее положение это на коленях и добивает его, конечно же. Тем временем, МК-3 шутим с фазфейзом, немного не разобрались, кто кого будет сбивать, и все-таки МК-3 остается. Да, в итоге фазфейз остаются вдвоем, насколько я понимаю, приятного мало, потому что игра по факту только началась, 15 команд, 53 человека, сейчас начнется самое интересное, и я думаю, что Ликвиды как раз-таки очень даже в курсе того, что фазфейз были под ними, да, это то, что осталось их двое, и Сэмти, судя по всему, как-то двигается в сторону, хотя нет, развернулся, ну, так или иначе, информация, я думаю, у них есть потенциальные противники, но они уже точно противники на лан-финалах. В случае, к слову, я помню такую зону на КЛЛ, на первом еще, когда мы видели Бухарест, вот была такая зона, и она тогда была дорога, и эта дорога окружена, вот видишь, двумя горами, и здесь никак не подняться, то есть, если, допустим, зона уходит на одну из сторон, то другой стороне делать нечего, точно умирать, да, и между ними одна вот заправка. Джером, на самом деле, тоже такая, знаешь, габеновая рулетка немножко, потому что кому уж называется круг завезет, тут и победит, потому что действительно нет опций перебраться через эту дорогу, это напоминает мне вот эту реку на Эрангеле, между милитори базой и основным материком. я почему-то вспоминая первый ГЛЛ, вспоминаю ту самую церковь, которая находится под Пикадо, туда дальше, ну, около Чумасеры, справа, вот это самое запомнившееся мне там, и еще, конечно же, замес где-то в районе, в районе, чего это было, около гор, а каких гор, я сейчас точно не вспомню, когда там вычистили фейзо, вторую карту подряд, там, в топ 14 выше, что дало, собственно, вам возможность еще больше догнать, нарастить, оторваться, я уже точно не помню, ну, я пенсионер, я много могу не помнить, но вот церковь точно помню, как преподобает пенсионеру, да, помню, что у него трезодорфа, кстати говоря, 3D Max теперь с ликвидами, дается первым по джинзу, продолжается настрел, здесь ликвиды, кстати говоря, не очень широко играют, нету никакого-то преимущества по территории, но вряд ли здесь опять же будет активная перестрелка, пути отхода есть, что у ликвидов, что 3D Max, просто опять же обменялись выстрелами, дали ног и ушли. Ну, мне поезы, особо не стесняюсь, продолжают воевать с НИПами, стреляют, тут заняли какой-то вот все-таки МКС и Иван, а, они так и остались в том самом компаунде, и моя игра, собственно, решает сказать мне, посмотреть... Ну что, Ярослав, наверх или вниз? Давай, на 100 долларов. Слушай, а ты меня сейчас сможешь обмануть, потому что у меня, к сожалению, вынужденный перезапуск. А, вот так вот. Ну я тогда подержу в курсе, с вашего позволения, что... Ну тогда хорошо, оно там еще не произошло, наверх! Да, вы правы, ярослав, вы правы. Если бы я сейчас был не прав, ну, собственно, я бы... как бы... Чуть-чуть, кстати, зоны снизу осталось, но, конечно, выглядит все это очень абсурдно, потому что игрокам в нижней части карты придется как-то неведомым образом перебираться на другую сторону, для меня это... для меня это шок, для игроков, наверное, еще больше. Ну, тем не менее, игроки получают за это призовые, и не только, и я думаю, что-то сейчас будут придумывать, хотя в таких ситуациях, если уж совсем все сложно, обычно что происходит? Обычно команда пытается вытянуть максимум возможного, это какие-то киллы, это, то есть, ну, доминантность, доминирование именно вот среди тех команд, которые находятся в таком же плачевном положении, то есть подчистка всех, кто бежит вместе с тобой, тем временем я вернулся в игру, да, действительно у нас такой верх. Ну, как сказать, методы, все очень плохо, Great Peoples тоже все очень плохо, или гиги, в принципе, пока что эту зону еще поживут там внизу, а дальше уже куда сложится. Будет интересно, если мы пронаблюдаем такую ситуацию, когда следующая зона будет буквально по центру, снизу и сверху, такое еще очень возможно. это будет война, будет спускаться именно по этой склоны. Это война будет снайперская и тебе никоим образом не получится от каких-то новых ног. Начали ротацию, но по ним заходят тиквиды, четверо прямо кстати, вырубая певицу, и емки едва не отъезжают в ответ. Ну, продолжай, очень неприятно, это вот, это вот, позиция от седана, в этот раз, нет, от хэтчбека, от хэтчбека, нет шанса здесь уже, я думаю, фейзелл, скульпуэли, кидорщедву, аня уже не выживет, кстати, мельсей не получится. Джимс подъезжает с фланга, есть угол на Эмкси, смоки единственного спасает, нужно как спасать Ибицу, нужно Джимти захиливаться сейчас, и Джимс должен здесь сиршать гранатами, нельзя дать Эмкси убить Ибицу, нельзя ни в коем случае. Заходит граната, Эмкси успевает захилиться, Джимс уже над ним, гуки пытался добить Ибицу, и удается ему это, никто не прикрывал угол, в котором пол Сибицы, и это очень плохо для, на самом деле, ликвидов, потому что, с одной стороны, они, конечно, закрыли фейзов, но, с другой стороны, в ситуации 4 в 2 могли бы, на самом деле, и не терять мейта, и очень-очень неприятная ситуация, на самом деле, была бы, если бы ликвиды не проходили на лав. Ну, и вновь, и вновь такой замес делает тайминги уже немного потерянными, то есть, тайминги теряются, заезжать в зону становится сложнее, там есть НИПы, там есть бэкфром жарки, соответственно, НИПы уже там начинают что-то крутить, у них вроде бы только что перестрелка была с бэкфром жарки, методы тем временем с Эльгик, которые Эльгик просто взяли и вышли из зоны, и встречают за зоной, видимо, здесь они считаются, что позиция более выгодная для того, чтобы кого-то встречать, и оказываются правыми, минус методы, тут еще их можно полутать, хэкстар, герой обнимашек здесь, там, чего-то попытался забрать, видимо, какие-то хилы, или может быть какой-нибудь... Ну, здесь их будут закрывать, на самом деле, здесь очень все плотно на южной стороне карты, сейчас может быть очередная перестрелка между командами, и, как мы ожидали, круг уходит на север, кстати говоря, но, тем не менее, найтцы в зоне. Найтцы в зоне, сейчас, как только закончится, здесь драка, мордобой между Great People и Эльгик, можно будет примерно оценить, что там есть вообще в этой новой зоне, от чего там можно поиграть, от чего нельзя, поиграть, там есть Compound, Great People, кстати, отходят, не собираются они, поступила команда от капитана, видимо, давайте нам лучше сейчас в зону зайти, у нас очень плохая ситуация, даже если мы тут победим Эльгиков, ничего у нас хорошего не ожидает, но, я бы сказал, что ничего хорошего не ожидает, даже если они сейчас потянутся в зону, найтцы не дремлют, ликвиды так же, пусть у них там и намечается бутерброд, в котором они нижняя булочка, тем не менее, они все-таки еще могут, посмотреть назад, да, ликвиды прям пытаются пойти просто носить все на своем пути, а тем временем в спиной линии выходит Great People, ног от Анонимуса, есть ног по Робину от ликвидов, на фон, и сейчас Джимс заходит просто на мужчину, и видит, и наблюдает, и отдает 16-й, тем не менее, иемте, отъезжая тем временем от непов, которые обосновались сверху на севере, в горах, и ликвидов все резко предстает быть хорошо, да, остается на сэмте. Это оказалось не такой уж и сочной, и толстой. Ну, на самом деле, без разницы, что я думаю, с ликвидом, они просто могут играть как паблик практически, все уже давно решено. Это без вопросов, и смотри, ничего себе, Дрейдон оттуда издалека высаживает Сикору, сэмпла из команды Great People заезжает, он даже еще не в зоне, но тем не менее, он перебрался на другую сторону. Ты говоришь, АВМ упал Техасу, прямо, что называется, на лицо, я, когда у тебя был дисконнект, как раз и наблюдал, как он падал прямо на заправку, и вот это уже дроп красивый по сравнению с Грозой, на самом деле. Первый АВМ, по-моему, за сегодня. Да. И там еще продолжаются, Эльгик также успели перетянуться под зону, зона сдвигается, кабаны там доставляют неприятности, но вот, кстати, если бы Хакстар потерпел немного и остался все-таки с Вак ЛТ, можно было бы закрывать тех же самых кабанов, которых выдавливает сейчас зона, этим занимаются Лут Гоблинс. Лут Гоблинс. Да, импишек наш подключается, кстати говоря, давненько здесь находится на северо-восточной части зоны, тем временем Сэмси здесь выбирает с ампулу в нока и трех скоро, да? Если сейчас Лут Гоблинс забирают топ-3, они уже настреливают нормально, я сейчас пытаюсь выйти на тот самый лидерборд. Лут Гоблинс, а, они уже на десятом месте, их отделяют от шестого, ну, скажем, 500 очков. достаточно серьезное отставание, даже топ-3, от седьмого места, от седьмого места, а, да, ну, в общем, чуть меньше. Серьезное отставание. Временем крама закрывается, эмпти, ликвида, как я понимаю, девятая миса занимает, но, думаю, не сильно расстроены, все уже мысли. в Стокгольме, в Лане, пожелаем ему удачи, скажем спасибо за выступление. Стокгольм, там же можно покушать, как они называются, вот, в Икее, вот эти мясные шарики вкусные. Слушай, сложный, Ярослав. Из первых рук. С пищей нордов, честно говоря, знаком слабо, поэтому здесь я тебе не помощник. Если ты заезжаешь в Икее, первое, что ты должен сделать, фрикаделек с брусничным джемом. Фрикадельки? Да, вот, вот как это называется. Понятно, там, кстати, Бешектар заходит севера закрывать своих оппонентов на юге, дает первую на Акандар, туда добирает угранатым. Эльгик тем временем старается защитить свою позицию, которая, между прочим, сейчас седьмая, то есть у них последний слот вероятен и пытаются его защитить как только могут. Их преследуют в двухстах очках. Тим, вы спросите, а это Хаксет, Скум, Шип, Рафи. А я, кстати, не пойму. Это ребята, видимо, сейчас играют Браво, дивизион, и там набирают какие-то очки. Ярослав, вот тут, кстати, сложно, потому что, потому что почему? Ну, там он увидит их на первой карте, если мне не изменяет память. Сложно сказать, на самом деле. Там сейчас команда на восьмом месте находится, которая, видимо, играет в Браво-дивизионе. У них 200 очков не хватает до эльгигов, чтобы их вытеснить. И эльгигам сейчас нужно, конечно, отыгрывать максимально, максимально. здесь, судя по всему, основная заруба будет между найцами, скорее всего, и складом, который сидит кимпе. То есть, найцы, где-то выбирают здесь край круга. На самом деле, без шокташ-то и грызнуться здесь могут, потому что неплохая позиция тоже. И там все-таки решает у нас команда саба найти и выйти на участника на Галильдяйна, участника команды Сингулярити. Забирают, зачищают и остаются вчетвером. Итого у нас есть четверка, четверка, тройка, двойка. Бешикташу здесь придется тяжело. Да, не такая разыгровка, потому что не будет ползунов, сейчас будет прям полноценные файпы. Будет интересно наблюдать, кто уже будет победителем. Эта зона централизуется, и там не то, чтобы прям вот вышка сражаться Найтсам достаточно тяжело будет. Нужно им выходить на открытое пространство для того, чтобы дальше что-то, для того, чтобы просто зайти напросто в круг. Да, пушили, кстати, вдвоем они ультру из Бешикташи, остался один Томил, я так понимаю, просто лежит на краю круга и играет на флейсмон с третьим шлемом, кстати говоря. Залетает неплохая граната, и там не будет выходить Техаса сейчас. Не удается ему качественно зажать. Хотя нет, удается, у него остается прикрывает своего тиммейта, там ему остается тоже успевать, но захилится. В итоге Найтс решает отступить, а Томил в свою очередь остается на кругу в смоке. Ну и опять оверпауэр позиция у команды Исаба. Исаба, да. Я думаю, что здесь не должны они упускать победу ни при каких условиях. Они с комфортом видят все, что их окружает, всю территорию, и не должны... Ну и всем командам оставшимся нужно выходить на открытое пространство для того, чтобы зайти в зону. Минус Томил уже, сейчас пойдет движение с круг, и Исаба здесь должны просто поливать свинцом своих противников. Фрикил сейчас занимает такую спорную позицию, должны понимать, где находятся оставшиеся враги. Здесь закрыли они уже полностью, и это должны понимать команду Бешикташ, и соответственно как-то концентрировать свое внимание именно вот направо и налево от себя, а Фрикил сейчас находится в такой позиции, чтобы пострелять по тем же самым Бэкту Жарки, у него нету возможности, так тут еще и получает ног Кейдаран, Найтс дают этот ног, Бэкту Жарки там в дымах пытаются передвигаться, зайти хотя бы в зону, Найтс нашли все-таки, нашли этот лоу-граунд, из которого можно поиграть, Дрейдон получает в голову на 80 на самом деле сейчас все может резко измениться, если зона уйдет бежит Найтс если Исава приходится выходить из Кимпаунда, далеко не факт, что комфортно они смогут сделать и все и все равно у них есть опции через дымы под камни занять какие-то позиции, то есть им гораздо проще дойти да, ты знаешь, что у Техаса есть АБМ ультимативная в данном случае пушка, которая просто может обеспечить победу рыцарям в этой игре не стоит об этом забывать Зона А Зона решает, что Найтс имеют право поиграть нормально то есть Зона сложилась еще хуже даже, чем если бы она на Найтс чуть-чуть правее упала для команды Исав Хорошо Исав вообще совсем не рады если сидели в этом компаунде порядка шести кругов и сейчас в итоге все от них уходит как-то придется раскидывать смоки быть может я думаю, что правую часть они будут уходить но в таком случае Найтс будет преимущество в хайграунде тяжелая ситуация нужно как-то пытаться сейчас наверное по Найтс давать ног Ну тут два игрока еще бэкту жарки их не нужно смысл с щитов они вообще в зоне А, понятно Ольга Интересная Хайда от Техас отличная работа профессиональный гренадер Прожарочка от Техаса Мил Рей такая техасская знаешь говядинку прожарил Да Саба есть МК-14 у Найтс АВМ да такая битва аэрдропов сейчас уже начинается заход по краю круга слева И кстати это 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 очень хороший мув это очень хорошее решение Хороший мув но они должны ожидать этого но крама хотя нет он своих оппонентов ждет но и Саба должны стреляться потому что зона это будет выжимать и здесь Найцы не дадут нам проход потому что справа ты Саба просто опенфил Обратите внимание на ТВ Дабла который пользуется вот этим замесом сейчас своих напарников с Найтсами все Найцы на лоу хп а нет мне показалось там вовсе только на лоу хп ТВ нет там был еще и крама тоже все верно сейчас битва смоках просто кушат смоки что крама что кейдаран Найтсен нока дабл смк 14 кейдаран там все еще кейдаран 360 зажатием 360 давай отличный спрей от воксика на метров 40 скалаха ох минус воксик кейдаран делает как надо и Найтс побеждают кейдаран к сожалению кейдаран не досправился там каким-то образом а это вот как раз таки тот самый крутой спрей да за камнем тебе дабл уничтожил да да именно крутой спрей ну отметим Найтсов отличная работа чуть-чуть не повезло Исаба все-таки ушел от их кеймпа пришлось им выходить ну знаете показали что финальные баталии они действительно хороши хороши в файтах Найтс всегда команда старая и далеко не все могут с ними справиться в таких перестрелках согласен абсолютно хороший хороший файт для нас прежде всего когда зрители и хорошая зона для зрителей потому что она вынуждает принимать активные действия не отлеживаться там не отсиживаться а именно вот прям действовать и результатом становится файт 4 в 4 вовремя удалил конечно Техас двух лежак для того чтобы они не помешали нормально подраться и в конце концов Найтс одерживают победу в этом файте а что у нас там кстати по Найтс они же слушай ну они были далековато они по-моему были на 11 месте и не думаю я что у них есть какие-то шансы на проход но это первое место их от 7 отделяет 521 очко и сейчас ну да это вряд ли 500 очков за одну игру конечно отработать нет можно топ-1 вполне можно а там сколько киллов 10 13 убийств это еще плюс так дай-ка подумать 29 плюс 160 да Ярослав математика пошла это не комментировать как бы сейчас ну там в районе 200 очков плюс первое место если не ошибаюсь 400 очков 600 очков они где-то набирают 600 ну 500-700 вот так вот ставки поставим свои они набирают за эту игру и это позволяет преодолеть расстояние до 7 места если бы это 7 место а также 8, 9 и 10 совсем не играли бы вот да поэтому я думаю все-таки найтам здесь удается подняться на 2 ну максимум 3 строчки но до 7 места все-таки не дойти жаль жаль на ланчик уже не поедут тем временем мне интересна судьба Браво Вик 6 800 соответственно там все 4 игры сыграны я так понимаю Team Reciprocity который находится сейчас на 8 месте больше ничего не заработают игры их закончились чуть раньше соответственно они не влетают не влетают в тот самый список топ 7 занимают только 8 место возможно если бы не упали в Браво Дивизион насколько понимаю смогли бы поехать но к сожалению прошлая неделя для них закончилась плачевно они вылетели в Браво Дивизион и заработали на 50% меньше чем могли да но хочу заметить что было ESC в Париже где если память не изменяет они заняли место в топ 3 на лане вот и выиграли там какую-то неплохую круглую сумму Ярослав поэтому 2 видеокарты и 3 наушников может да может да но все равно но все равно тем не менее тем не менее это не утешает их им не хватило совсем чуть-чуть и вот одной недели им не хватило ошибка видимо какие-то ошибки на пятой неделе просто оставили их у разбитого корыта Дивизион европейский на самом деле очень-очень солидный поэтому команд здесь много поэтому действительно противостояние идет до самого конца Итого если ничего не изменяется насколько я понимаю ничего не изменяется сейчас у нас идут ну отсылаются вот эти как это называется очки подсчет идет финальный но если ничего не изменяется если 3D Max и El Gigant а кстати что с 3D Max 3D Max а у них 15 место с нулем убийств соответственно они практически ничего не зарабатывают то есть это в районе там 5-15 очков соответственно у них 4600 очков и они очень даже спокойно сейчас могут отправиться ну в смысле остаться дома а не отправиться то есть вполне возможно то что какие-то теоретические лут гоблины теоретически лут гоблины которые занимают 7 место с 6 убийствами могут взять и обогнать хотя там тоже на самом деле практически 600 очков ну 500 скажем так и они явно не заработали 500 очков во всяком случае Ахабу Гейминг это у нас кто? Нуки Тигзи Теми Жорский это тоже Браво Дивизион в общем скорее всего у нас таблица остается такой же как она и есть и это значит что на лан финала отправляются у нас Team Liquid с первого места Ninjas in Pijamas тоже со второго места с того места на котором мы были третье место фейс клан Бешикташ и Спорт которые занимали четвертое место между прочим мы очень хорошо сегодня отыграли достойно Экселерейт Гейминг с очень хорошим стрелком в виде трюфели Team 3D Max и Эль Гигантен вот такой вот состав европейских команд отправляется который у нас в тот самый лан финал и присоединяются к Team Unique Team Avangard и Сережка помогай который у нас экс-кьюбифайер вот так вот 10 команд известны остается узнать только NA регион 6 их слотов 6 да? 6 слотов NA и у нас полная картина того кто будет сражаться в лан финалах ну а я напоминаю что для вас работала студия Unique у микрофонов сегодня были Yarlife и Drainis вот такой уютный вечер у нас в просмотре последней недели Global Loot League Season 3 состоялся Свят огромное тебе спасибо за этот вечерок за просмотр такой взаимно тебе спасибо Ярослав спасибо зрителям за то что ваши ночи с нами нам очень приятно следите за анонсами касательно вам турнира в Стокгольме будет интересно и быть может будет какая-то возможность для вас его специально осветить следите за новостями в группе Unique подписывайтесь и да все медиа источники в вашем распоряжении твиттер группа вконтакте все наши каналы на твиче в основном их два но есть еще и третий только про него никому не рассказывают поэтому подписывайтесь не пропускайте через месяц лан финал ну а завтра нас уже ожидает Unique про лига где по 17 часов начнутся первые игры нашей собственной лиги организованы собственно нами и там мы уже и встретимся очень сильные команды из СНГ региона будут сражаться весь ноябрь и подтягивать свою форму некоторые команды будут подтягивать форму для того чтобы очень хорошо отыграть на лан турнире в Стокгольме ну а мы будем наблюдать за сражениями наших бравых СНГ Витязи что ж друзья на этом мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию все результаты вы можете посмотреть на официальном сайте Global Loot League для этого достаточно ввести восклицательный знак сетка в чате трансляции которую вы сейчас смотрите вам выдаст ссылку и там все результаты как по Европе как по НА так и по СНГ ну а мы с вами прощаемся пожалуй руку да нет возможности оставайтесь такими же классными кушайте много смотрите PUBG смотрите нас и до встречи завтра пока-пока